Видео уроки фотошопа Ваши фотографии Итак, давайте для начала разберемся Что называется дроплетом Дроплет это Файл который создает фотошоп Из какого то экшена При помощи данного файла Вы можете обрабатывать фотографии Не загружая их в фотошоп То есть программа сделает за вас все сама Чем удобны дроплеты Вы можете скопировать их Например на флешку Передать друзьям, клиентам и так далее Им ничего делать абсолютно не нужно будет Просто они берут свои фотографии Перетаскивают на этот файлик И они у них автоматически обрабатываются Давайте сейчас рассмотрим Как создать дроплет И как они работают В первую очередь давайте Создадим какой нибудь экшен Также самый простой Который у нас будет К примеру уменьшать изображение И усиливать резкость Выбираем палитру экшенов Создаем Новый набор И записываем новую операцию У нас пошла запись Переходим в пункт изображения Здесь выбираем размер изображения И до 1000 пикселей Мы будем уменьшать нашу фотографию После этого Усилим резкость Контурная резкость Эффект 100 Ну радиус в данном случае 0.3 Нажимаем ОК И также очень важно Чтобы у вас дроплиты впоследствии работали Записать Сохранение фотографии То есть мы переходим в пункт файл Выбираем здесь Сохранить как И в данном случае я хочу чтобы у меня фотографии сохранялись поверх исходников То есть чтобы они перезаписывались Поэтому я просто нажимаю здесь сохранить Меня спрашивают хочу ли я заменить Нажимаем да И здесь нажимаем ОК Все Теперь данный экшен у нас будет перезаписывать Наши новые фотографии поверх старых Нажимаем на кнопочку остановить запись Закрываем И теперь давайте создадим уже из этого экшена исполняемый файл Или дроп Для этого переходим в пункт файл Выбираем здесь пункт автоматизация И выбираем пункт создать дроплит В первом пункте нас спрашивают Куда мы хотим сохранить данный файл Давайте сразу же сохраним его в папочку Где у нас будут лежать фотографии В данном случае это у меня папка дроплит Так ну и какой-нибудь имя давайте ему дадим Example например да Нажимаем сохранить Далее нас спрашивают из какого экшена мы хотим сделать дроплит Здесь нам сначала нужно выбрать набор В данном случае у меня набор new Который мы только что создали И операция 1 Выбираем ее Теперь очень важный пункт Здесь вы можете создать Либо выходную папку То есть папку в которой у вас будут сохраняться Ваши фотографии Обработанные при помощи дроплита Либо же если вы хотите сделать так же как я Чтобы фотографии у вас Перезаписывались просто да Здесь ставим пункт Сохранить и закрыть Также очень важно поставить галочку Игнорировать команды сохранить как Если вы это не сделаете То фотошоп у вас будет каждый раз при сохранении Открывать окошко с настройками Что нам совершенно не нужно Чтобы время не тратить Если мы здесь ставим галочку Игнорировать команды сохранить как У нас все будет происходить на автопилоте Это очень удобно И также очень важно заметить Что данный пункт будет работать только в том случае Если у вас команда сохранить записана в сам экшен То есть если вы в самом экшене не записали Чтобы файл у вас сохранялся То фотография у вас обработанная не сохранится Это очень важно запомните Все нажимаем здесь ок И у нас появился наш новый дроплет Давайте откроем папочку И его там найдем Так ну вот папка с фотографиями И вот появился вот такой вот файлик На котором написано ps И стоит название example Теперь давайте рассмотрим Как с помощью данного файла можно легко обрабатывать ваши фотографии Для того чтобы запустить автоматический процесс Нам достаточно выбрать Просто все файлы которые мы хотим обработать И перетащить их на этот дроплет Вот таким образом перетаскиваем И фотошоп начинает нас обрабатывать фотографии Сам их загружает, сам сохраняет Мы абсолютно ничего не делаем Немножечко подождем Так вот процесс у нас завершился И теперь если мы посмотрим То все фотографии у нас приведены К размерам 1000 По самой широкой стороне И на всех их усилена резкость Что как раз мы с вами и делали Ну что ж вот еще один хороший способ Который поможет вам сэкономить Огромное количество времени На обработку ваших фотографий Как я уже говорил Данный дроплет вы можете записывать Либо на флешке Передавать друзьям Знакомым и так далее Главное чтобы у них на компьютере стоял фотошоп И дроплет также будет работать И обрабатывать фотографии уже на их компьютерах Ну что ж друзья На этом данный видеоурок можно завершить Всем большое спасибо за внимание И до встречи в следующих видеоуроках Надоело быть чайником в фотошопе? Получите бесплатный базовый курс Фотошоп античайник Жмите на кнопку получить курс